Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс давление, да, а это действительно недоработки уже непосредственно на той территории, где все это проходит. То есть сейчас об этом вот об ответственности можно говорить более уверенно. Опять же, я вот переслушивал наш разговор, но я помню, в принципе, что тогда говорили, и тогда действительно ситуация была неоднозначной, говорили о том, что там политический, ну, не заказ, но политическое давление, да, что все используют так или иначе этот допинг, он есть везде, но вот вы решили крайне сделать именно Россию. Сейчас, я так понимаю, что, ну, уже оправдание сложно, да, найти? Ну, и не надо их искать, в принципе, уже да, резонанс идет, но, в принципе, уже тема такая действительно избитая, да, и все знают, что эта тема есть, да, что ее надо как-то, ну, решать, да, что то, что есть возможность ее решить, сто процентов, да, то есть не так, что там по-настоящему заложники чистые спортсмены, да, и с одной, и с другой стороны понятно, что они, они как бы такой, как естественный барьер, то есть за ними прикрывается, и им говорит также, там, не знаю, РУСВАДА или государство там рассказывает, разрешает, не разрешает им установиться под флаг, делайте как хотите, но в принципе, я знаю, что некоторые федерации отказываются под нейтральным флагом находиться, опять это федерации, да, а там за эти, за федерациями, за всеми этими решениями стоят люди, стоят чистые спортсмены, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты, и, да, то есть, и они сейчас для них, ну, я понимаю, я говорю, как я и говорил, и комментировал, да, это личная трагедия для каждого спортсмена не попасть, особенно трагедия по причинам, не касающиеся его, не связанным, конечно, вот, это условно, косвенно, конечно, связано, но и кто несет на это ответственность, наверняка, то руководство, которое принимает такие решения, не делать компромиссы, не исправляться и так далее. Ну, опять же, вот вы как, вы спортсмен и теперь уже, можно сказать, функционер, я не знаю, есть какое-либо понимание, то есть, если смотреть так абсолютно поверхностно, то действительно вызывает недоумение, то есть, вот, была совершена ошибка, она была вскрыта, в Сочи, да, были санкции довольно серьезные, олимпиада в Пхенчхане для России была тоже такой, там были, конечно, моменты очень радостные, но, тем не менее, это нейтральный олимпийский флаг, это уже такое неполноценное участие. Почему в таком случае происходит это дальше и заново? Вот есть какое-то объяснение, кроме того, что это уже абсолютная потеря берегов каких-то? Вы знаете, я тоже могу предполагать, я не комментирую, там, международные отношения, не комментирую какую-то политику, допустим, ВАДА. ВАДА делает свое дело, и у нее какие рычаги, какие возможности есть, она как бы их использует. Можем начать с того, что вообще отношение к допингу, оно должно быть действительно резко негативным, да, то есть, оно для всех надо понимать, что это действительно зло, это та, там, условно, высшая несправедливость в спорте, которая, ну, существует, и с ней надо бороться, и борются, в общем-то, достаточно, ну, активно, потому что это приравнивается, допинг практически приравнится к наркотикам, и это заводятся криминальные дела. Вот, хочу сказать, что это, прежде всего, это первое, это здоровье, да, то есть люди, которые не задумываются, да, что они делают, да, или добровольно принимают сами спортсмены, или их тренера, или, не дай бог, врачи, которые, может быть, где-то рекомендуют и используют этот допинг для достижения этих целей, да, то есть любыми средствами, то никто не задумывается, что дальше, да, то есть вопрос здоровья здесь, конечно, стоит тоже на один из первых мест, да, это самое главное. Соответственно, если мы говорим о том, что существует все-таки какая-то политика, то, скорее всего, внутри, еще раз, внутри той страны, которая зачем-то использует все это для того, чтобы, наверное, даже не знаю, какие-то есть свои цели внутренние, да, которые не связаны со спортом, абсолютно. Мне кажется, если была бы добрая воля и желание... Это со страны, кого вы имеете в виду? Ну, любого, где санкции, допустим, в данном случае, я думаю, что сама Россия, российское руководство спортивное, или ВАДА, или РУСВАДА, или я не знаю, кто управляет этим всем, то есть, в принципе, у них нет до конца этой воли для того, чтобы закрыть тему. То есть, это дипломатический еще и прогрош, да, вы имеете в виду, что можно было как-то все это решить, там... Значит, не нужно, да, то есть, мы много чего не знаем. Я... Ну, почему эта ситуация дошла до такого абсурда? Неужели это нельзя было спрогнозировать? Ну, конечно, можно было. То есть, это же не так, что вот решили, да... Конечно, к этому все шло. И были же и заранее предупреждения и так далее, но к этому все шло. Поэтому я думаю, что ответственность за это несет, конечно, именно российская сторона. Я думаю, что максимальную ответственность. Я думаю, что надо было решать этот вопрос, действительно, и, ну, во-первых, исправлять все ошибки, а во-вторых, действительно использовать какую-то дипломатию, если действительно есть желание и воля, чтобы спортсмены, свои спортсмены выступали на таких стартах, как Олимпийские игры, основных стартах, да. Если говорить, кстати, о спортсменах самих, вот как... Я не знаю, какое у вас впечатление, наверное, вот с этой новой волной спустя, там, три или больше четыре года, мы больше слышим, наверное, критических голосов в адрес спортивного руководства России со стороны российских спортсменов. Как вам кажется, как им вообще стоит действовать? Было бы правильно, что ли, действовать? Вот их отстранили, идти ли на какие-то сделки, если это так можно назвать, с тем же ВАДО, там же предлагаются какие-то варианты, я так понимаю, или вообще как-то иначе действовать? Как вам кажется? Что нужно спортсмену? Спортсмену нужно выступить, да. Понятно, что там не надо для этого закладывать душу дьяволу, да, и вступать в там сделку с совестью, но он-то к этому всю жизнь шел. И если есть возможность у спортсмена выступать, конечно, он ее может и, наверное, должен использовать. И в данном случае руководство страны, наверное, должно поддержать это решение, да, то есть если есть такая возможность, ну, вы понимаете, я говорю, что... Ну, в нейтральном флаге ничего не страшного, на самом деле? Я не вижу в этом ничего страшного, тем более не сам спортсмен в этом виноват. Ну, в чем он-то виноват? Вот чистый спортсмен, да, то есть он... для него, я говорю, что старт, как Олимпийские игры, это основной старт жизни, да, то есть он ко всему... ну, ко всему прочему, да, то есть он... понимаете, он всю жизнь делает одно дело, ради которого и живет, и, в общем-то, это связано с его будущим, да, настоящим будущим. Понимаешь, на карту поставлено все, и вдруг, и по каким-то неведомым для него причинам, да, то есть это все рушится, да, то есть он, конечно, он должен иметь возможность выступить. Если это возможность сделать под нейтральным флагом, ничего страшного в этом нет. Для спортсмена я не считаю, что это предательство или... ну, как хотите называйте, да, но такую возможность, я думаю, человек для себя может выбрать, и ничего страшного в этом нет. А если спортсмен решает, например, ну, в рамках вот этого скандала, наверное, я такого, кажется, еще не было, но некоторые решают просто перейти под другой флаг совершенно. Ну, такие случаи они бывают. Это уже... это я говорю, что это уже каждый выбирает, правильно это или неправильно, ну, я бы, наверное, этого не делал, если про меня говорить. Поэтому я, наверное, скажу, что для меня это неправильно. Ситуации все разные бывают. Я бы не менял, конечно, флага и не выступал бы за другую страну ради вот... Выступления. Только выступления, скорее всего, это слишком уже, да. А что касается остальных, я бы тоже не рекомендовал. Конечно, я говорю, что надо внутри решать эту проблему, постараться ее решить. Не знаю, как это получится, да, то есть думаю, что это вполне возможно, что это специально сделано со стороны российской стороны, да, то есть не видеть эти проблемы и не решать их, да. То есть я вот... у меня такое ощущение, да, то есть я не... я говорю, я могу только догадываться, да, о том, что происходит. Но есть такое ощущение, что это кому-то интересно, кому-то выгодно непосредственно уже там в руководстве. Вот мы тогда с вами три года назад говорили об этом. Интересно, как сейчас в контексте того, что сейчас происходит, вам кажется, сами спортсмены, они вообще хоть сколько-нибудь осведомлены о том, как, как бы сказать, ну что они, получается, употребляют допинг? Или это происходит неосознанно? Казалось бы, это ведь может быть неосознанно. Ну или они просто доверяют настолько людям, там, врачам, что употребляют все, что им как бы дают, и даже в контексте Сочи сейчас не задумываются о том, что это те же люди, которые вот являются чуть ли не фигурантами того скандала. Как вам кажется? Я думаю, что в основном это, конечно, решает, не знаю, тренера, медицина, в принципе, они определяют, идти им на это или нет. Знают ли информированы, в каких-то случаях информированы, в каких-то случаях нет. Бывает по-разному, да. Сейчас, как бы, все стараются понимать, разбираться в том, что они едят, да. В этом нет никаких секретов, в принципе, там, я не думаю, что там за углом дают какой-то порошок, он даже не знает, из чего он и как. Думаю, что вряд ли. Это уже, ну, это уже зависит от его интеллектуального состояния, да. То есть, насколько он понимает, насколько он думающий человек, не просто спортсмен, там, тупо верящий, да. В цель свою. Я думаю, что практически все понимают и знают, когда употребляют. То есть, они берут эту ответственность в том числе и на себя. И даже если тебе кто-то скормил и якобы не сказал, это не значит, что узнай, спроси, да. То есть, интересуйся. В конце концов, это твоя жизнь. Опять же, мы, конечно, этого не знаем, но как вы думаете, каков процент, ну, хотя бы приблизительно часть, то есть, санкции применили по отношению к всем, просто по отношению к всей стране, да. Какая, насколько большая часть людей, которые абсолютно невиновны и вот просто попали в общий этот вот котел. Нет, ну, там же нет такого, что все и едят. Естественно, не все. Я вот это думаю просто. Ну, я затрудняюсь сказать. Но это большинство, естественно. Это большинство, конечно, конечно, большинство. Ведь пробы же, дело в том, что спортсмены сдают пробы не только дома. Они сдают пробы по всему миру на соревнованиях, на, если они становятся, на пьедестал, да, заходят, тебя уже берут. Я в свое время сдавал по шесть раз в году, побольше. То есть, ну, любой пьедестал, то есть, практически, да, тебя отправляют. Поэтому, что говорить, все же понимают, ВАДА тоже знают, кто чистый, кто нет, да, потому что вот вчера, допустим, ну, все анализы, вся информация у них есть. Вот. Это не касается, все понимают, что есть чистые, их большинство, и, к сожалению, ну, они становятся заложниками в данной ситуации. Жаль, жаль. Я ничего не могу сказать про каких-то правильные и правильные решения, руководство ВАДА или руководство, там, РУСВАДА, да, как они между собой решают эти проблемы. Я говорю, жалко, это только спортсменов, чистых спортсменов, которые сейчас находятся вот в такой ситуации. Если говорить про дзюдо, вы, мягко говоря, в теме, и российского дзюдо в том числе, вот, насколько этот удар силен для именно российского дзюдо? В каком же состоянии этот спорт находится сейчас? Насколько они готовы были именно к ближайшей Олимпиаде? Вы знаете, они на подъеме, да. То есть, у них практически во всех дисциплинах, во всех весовых категориях спортсменов входят в топ-10, да, из лучших спортсменов мира в рейтинге. Поэтому, конечно, это, ну, будет большой удар. Они делают большую программу, они готовятся, там, это, они на подъеме, да. Они рассчитывают на медали на Олимпийских играх. И реальные, то есть, это были претенденты на медали? Да, да, конечно. Такой, может быть, достаточно наивный вопрос, но просто любопытный, не могу не спросить. Известно, что дзюдо это спорт, ну, каждому президенту, как вы знаете, приписывают определенный вид спорта, которым он или занимался, или которым он симпатизирует больше всего в случае с Владимиром Путином, это дзюдо. И вообще вот и по ходу вашего, ну, Путин, как известно, президентом и лидером страны является уже 20 лет. То есть, в момент, когда вы стояли на Олимпийском пьедестале, он уже был президентом. Я к чему? Вы когда-нибудь ощущали, что вот таким образом глава государства как-то покровительствует этому спорту или как-то у него есть какое-то особое место, например, в России? Безусловно. Даже это чувствовалось, потому что после того, как он стал президентом, в принципе, там поменялось несколько направлений, где-то в середине 2000, там, после 2004 года, после Олимпиады в Афинах, уже почувствую, что команда начала, даже после, даже к Пекину, ближе к 2008-го, были провалы у сборной большие. И они пересмотрели всю свою работу. И подчувствовалась эта поддержка. Да. Было понятно, что на государственном уровне они имеют огромную поддержку. В финансовую, в том числе, скорее всего. В том числе финансовую. Организационную, финансовую. Это до сих пор это так и есть. То есть он помогает. Но он настоящий дзюдоист был. И у него мастер спорта и по самбо, и по дзюдо. То есть раньше мастеров спорта не раздавали. Поэтому сейчас не знаю. А сейчас раздают? Не знаю. У нас этой системы нет. Поэтому мы помним только тех мастеров спорта, которые были в советское время. Конечно, это был заработать значок мастера спорта. Это было почетно. Это была честь. И это было очень сложно. Но едва ли авторитет президента России сейчас может выбить какие-то смягчения именно для дзюдо. И, наверное, едва ли он будет этим заниматься, я думаю. Нет, ну, конечно, это же все в комплексе. Я думаю, что вряд ли там будут выделять какой-то один вид спорта. Я думаю, что в его возможности просто наладить порядок у себя дома и все. Если есть такое желание. Ну, мне так кажется. И помочь спортсменам по-настоящему. Сейчас небольшой перерыв. После этого поговорим и про латвийское дзюдо и то, что происходит у нас. Да, продолжаем. Латвийские дзюдоисты. Президент Латвийской Федерации дзюдо. Бронзовый призер Олимпиады в Сиднее. 2000 года. Всеволод Зеленый у нас в гостях. Вы можете нам звонить. Еще раз напоминаю. 672 12 93 9. 672 13 93 9. Писать в WhatsApp. Пара вопросов уже пришло. Я их вот по ходу разговора, ну, когда будет в тему, тогда я зачитаю. А если говорить все о допинге, надо же сказать, что и нас-то не обошло в рамках дзюдо. Вот недавно была новость, что Айгора Миленбергса дисквалифицировали за мельдоний. Тоже, кстати, удивительно. Казалось, что это уже тема, сколько это лет прошло, так, три, наверное, назад отгремела. Да. Расскажите, что случилось. Ну, практически такая, да, ошибка, ошибка молодости. Самого спортсмена, в принципе, это, ну, там он имеет даже такое накомительное свойство мельдоний, да. И Айгор, в принципе, активно не выступал на соревнованиях и не планировал входить сейчас в сборную, да. Практически он занимался уже тренерской работой, да, то есть и занимался для себя, тренировался. И решил выступить на чемпионате страны. Выступил на чемпионате страны, выиграл, ну, и прошел проверку. Проверку показал мельдония. Ну, и оказалось, что это то остаточное явление, которое где-то было у него накоплено. И, в общем-то, он просто даже и не подумал, просто не знал. Это вот вопрос информированности, да. Он не знал об этом скандале с мельдонием? Он знал скандал с мельдонием. Он посчитал, что он должен уже его испариться, потому что он его на тот момент не принимал в данном случае. Уже длительное время, да? Да, достаточное время, как ему показалось, что не должно показать. Он показал этот положительный тест, и, соответственно, конечно, это, ну, в принципе, это такая вот… Я говорю, что люди должны более ответственно понимать и знать, быть информированными, относиться к тому, что они едят, и знать не только, что можно, что нельзя, а как можно, почему можно, что можно, как много, знаете, если я 10 кружек кофе выпью, да, то есть мне тоже кофеин покажет норму, это тоже надо знать, даже такое может быть, да, то есть не только то, что мы вот знаем, вот это допинг, там красное, желтое, там мы знаем, красное можно, там желтое нельзя. Даже есть в наших обычных продуктах тоже мы можем съесть что-то, которое может быть запрещено, поэтому все надо знать. Это вопрос неинформированности, он достаточно халатно к этому отнесся, я считаю, да, поэтому вот такая ситуация. Два года, да, и это же не просто два года, это два года запрещено и тренировать, и тренироваться, ну, в сборной, в сборной, да, при сборной, да, то есть выступать на соревнованиях. А это как-то может проверяться? То есть человек приходит просто на сборную, это какой-то зал, как это можно проверить? Или это подвергает опасности именно всю сборную уже теперь? Ну, я, честно говоря, никогда не сталкивался с этим, да, поэтому у нас, ну, к счастью, это единичные случаи, там, за всю историю это было в дзудо два раза на моей памяти. Девочка, там, лет 15 назад девочка обнаружили фуросемид, она решила вес там согнать. Фуросемид не является допингом, но является как мочегонным и выводит эти препараты, и он априори уже становится как допингом, да, то есть она тоже неинформированность. Вот у нас два случая. Оба по незнанию. И оба, в принципе, да, оба по незнанию и по неинформированности, но опять мы прекрасно понимаем, что это не освобождает от ответственности. Поэтому вот такой случай, рассказать нечего. Ну, вот в этот момент один из вопросов с видеочата задам, такой провокационный, Райве спрашивает, употреблял ли Всеволод сам когда-нибудь допинг? Нет, никогда не употреблял, и мало того, я старался все перепроверять. И практически, слава богу, у меня была возможность, с 95-го года я находился в олимпийской команде, да, при олимпийском комитете Латвии, с олимпийской Виниба, и у меня была возможность, ну, работать с официальной медициной, да, и только так. То есть никаких со стороны у меня не было никогда желания что-то там где-то, какие-то, не знаю, использовать. Предложения, в принципе, вокруг, я скажу, в 90-х было их достаточно, в 2000-х тоже. Вопрос, есть умники, которые предлагают, да, и что-то будет лучше. Я даже удивляюсь, насколько люди, некоторые, которые соглашались даже на это, да, то есть они не были профессиональными спортсменами, может быть, даже, они были там любителями, условно, и это меня тоже поражало, что на любительском уровне ты еще, в общем-то, еще никто, и звать тебя никак, и ты уже стараешься делать этот допинг, использовать этот допинг для того, чтобы улучшить свой результат. А что будет дальше? Да ничего. Да, соответственно, если ты на этом уровне, да, употребляешь, то дальше тебе дороги уж точно нет, да, то есть поэтому... И такие были люди. Нет, мне посчастливилось работать с нормальными врачами, с докторами, с олимпийским комитетом латвийским, и все было только через них, только опробировано, все было официально и так далее, ничего со стороны. То есть я не доверяю, ну, как бы, понятно, никому в этом плане. Если говорить о латвийском дзюдо на сегодняшний день, 2019 год, в прошлом году, кстати, 45-летие, да, федерации отметили, федерация – ровесник вас, собственно, вы ровесник федерации, так бы, точнее сказать. Нам с федерацией 45. Да, в этом году уже 46 получится, да, будет. Да, как оценивать состояние, вот как на уровне отдельных спортсменов и на уровне системы в целом вы все-таки возглавляете федерацию, что можете сказать, тем более предолимпийский сезон? Да, два года возглавляю. Могу сказать, в общем плане, у нас меняется поколение, и это очень хорошо, это чувствуется, у нас появилась молодежная сборная, она сформировалась сейчас за два года, и в следующем году она уже официально получает статус молодежки такой, и там порядка 10 человек, и эти 10 человек – те, которые реальные кандидаты на Олимпийские игры 20-24, которые пройдут в Париже, если я не ошибаюсь. То есть, в принципе, это самое главное, потому что сильно не то, что сильно сейчас, а то, что растет и развивается. Поэтому вот эта перспектива меня очень радует. Что касается Токио Олимпиады, у нас основной кандидат на Олимпийские игры – это Женя Бородавка, да, он сейчас находится тоже в топе 30, и в топ-30, ему надо в двадцатку попасть, и тогда он попадает на Олимпийские игры. Как оцениваете шансы? И уже там по возможности. Шансы, очень большие шансы. То есть, ну, человек опытный, для него это четвертая Олимпиада. Вот, профессионал, я считаю, что… Какие… Если не будет никаких, ничего форс-мажорного, я думаю, что все будет по плану, то, я думаю, он попадет и еще там себя покажет. А на предыдущих Олимпиадах, напомните, самые удачные результаты Бородавка, каковы были? Но он, естественно, не попадал, да, на тройку, это мы бы не забыли, но… Было, да, у него Афины, Пекин и Лондон. Нет, Пекин 2008, Лондон 12, 16, Бразилия. Бразилия, Рио, да. Рио, и, если я не ошибаюсь, по-моему, была в Лондоне выиграна встреча одна. Одна встреча была выиграна. Ну, в принципе, в одну 16-ю он входил. У нас всего 32 участника в дисциплине, весовой категории, да, то есть, соответственно, дальше 16-го, к сожалению, он еще не поднимался. Помимо Бородавка, если говорить о Токио, кто-то, кто претендует, все-таки нет. Мало шансов, да. Мало шансов. То есть, если мы говорим о настоящем президенте, это Женя. То есть, там у нас и нет ни лотереи, ничего. Там есть две системы отбора, мировая и европейская. То есть, если он может попасть через мировую или, в конце концов, через европейскую, да, отбор. То есть, практически шансы у него большие очень. Остальные, к сожалению, на такой уровень пока что у нас не тянут. Поэтому я и говорю, что меня радует то новое поколение, которое сейчас растет. В этом году у нас Уна Долгилевича взяла серебро по девочкам-покадетам. Алексей Заруднев и Геркинс оба взяли бронзу по молодежи. В принципе, у нас такой вот костяк сейчас сложился. У нас Андрей там с Комарохов был пятым на чемпионате Европы. То есть, также выиграл Кубок Европы. Также Анастасия Сакирянская выиграла Кубок Европы. То есть, с женским людом тоже все хорошо. Да, у нас две девочки, три, там, еще будет на следующий год по кадетам будет девочки хорошие выступать. А чемпионат Европы по кадетам будет проходить в Риге. Да, я об этом спрашиваю еще раз. Да, у нас целая история с этим связана, потому что за 45 лет впервые мы удостоены права принимать и организовывать чемпионат Европы. Давайте тогда об этом тоже пару слов скажем. Просто, если говорить для чайников, которые не понимают, что такое чемпионат Европы, для кадетов, это событие такого мирового масштаба для Латвии, для латвийского спорта. Для латвийского спорта это большое событие, не говоря уже просто для любителей дзюдо, это большое событие принимать чемпионат Европы. Это очень высокие стандарты по мероприятию, которые мы должны выполнять организационно. Для нас это тоже возможность проявить себя и в дальнейшем сделать здесь турнир, европейский кубок. Мы хотим взять на постоянной основе, да, и для этого нам нужно доказать, что мы молодцы. И что я хочу сказать, что за 45 лет действительно это первый турнир европейского или мирового уровня, который будет проходить в Риге под дзюдо. Финансовая часть этого вопроса, она вот легко подъемна была и каким образом удалось ее поднять? Это федерация или это были еще какие-то инвестиции? Это в комплексе, да. Это легко. Нет, конечно, вы знаете, что у нас с финансами сейчас нелегко нигде. Ни в государстве, ни в частном секторе сейчас вопрос спонсорства очень тяжелый, потому что система пожертвований, она как бы изменена. Поэтому это сложно очень. Но Европейская федерация, мы как федерация очень много работаем, город нам помогает очень сильно, Рига очень сильно помогает, спасибо большое. Сейчас никаких в связи с кризисами изменений не произошло? Нет, изменений, они есть. И мы в этих условиях работаем и находим компромиссы. И на самом деле у нас, я считаю, что все получается. Я думаю, что мы финансово тоже все, как говорится, сможем этот бюджет поднять. У нас вариантов нет, да, то есть мы должны это все сделать. У нас два момента, конечно, основных, это финансы и организационный момент. Мы сейчас аккумулируем все силы, все свои ресурсы, потому что нам нужно как минимум 150 волонтеров для того, чтобы провести это мероприятие. Это не касается, мы еще не говорим про профессиональную сторону, да, работников. То есть это большое событие, которое пройдет со 2 по 6 июля в арену Рига. Вот, поэтому... Четыре дня всего? Да, четыре. Быстро? Да, да. Проходит четыре дня вместе с командным соревнованием. Три дня индивидуальные и последний день командные. Тоже постараемся сейчас, думаем, будем ли выставлять или не будем команду, потому что команда Микс, это девочки и мальчики, да, то есть не во всех категориях мы можем это представить, но мы надеемся, что сможем, да, то есть для нас это тоже будет такая честь, дома выставить команду на чемпионате Европы. Вообще, насколько высока конкуренция с балтийскими братьями, я так понимаю, что вот эстонец Григорий Минашкин, он отобрался уже на Олимпиаду и, кстати, в одной весовой категории с Бородавкой, ну, Бородавкой потенциально. Он не отобрался, лицензия в мае будет, но он находится как за чертой, да, где, в принципе, уже дают, можно получить путевку, если бы лицензирование закончилось бы сегодня. Поэтому еще посмотрим, еще полгода будет отбор, да, то есть останется он там или нет. Григорий Минашкин, да, в Литве есть Баужа, тоже в 100 килограмм, ну, если мы говорим про весовую категорию Женя, да, то есть есть конкуренты, но Женя, я думаю, что даже несмотря на то, что Минашкин стоит выше по категории, но я считаю его сильнее, потому что личные встречи у них Женя выигрывал все время. Но мы как бы боремся не с соседями, мы боремся за то, чтобы попасть. С соседями мы дружим, создаем совместный календарь, очень много у нас совместных мероприятий, вот, турниры мы делаем, совместные сборы мы делаем, тренировочные лагеря, то есть большую работу очень делаем вместе с ними. Всегда поддержка, сейчас вот буквально Эстонская Федерация отмечала 50 лет, она постарше нас, да, она 50 тоже. То есть в рамках даже Советского Союза они опередили. Они как-то умудрились, да, хотя, насколько я помню. Ну, у них Олимпиада, часть частично, ну, не дзюдо, конечно, но была в 80-м году, хотя должна, как я недавно выяснил, вот с кем-то, не помню, уже говорил, что и в Риге могла она быть. Могла бы, да. Если я не ошибаюсь, вообще, как вид спорта в Советском Союзе дзюдо был утвержден в 72-м году, Федерация родилась. То есть с 72-го года было только самбо, и самбисты ездили на мероприятия под дзюдо. Уже когда дзюдо вошло в основную программу Олимпиады, 72-го года в Мюнхене уже, тогда решили создать Федерацию СССР под дзюдо. Два вопроса, касающихся мотивации и психологии спортсменов. Один конкретно дзюдо касается, а другой более глобально, наверное. Вот первый вопрос, он был, кстати, подсказан дзюдоистами, если можно так сказать. Они такое свое мнение высказали, что складывается иногда такое впечатление, что латвийским дзюдоистам не хватает такой спортивной злости, что ли. Что они попадают на крупные соревнования типа Кубка Мира или Гранд Слэм, и после этого для них это уже является достижением, и после этого идет какой-то мотивационный спад, я не знаю, расслабление или что-то в этом смысле. Согласны с этим или нет? Я бы не сказал за всех. То есть у нас, во-первых, не так много людей, которые на Гранд Слэме хорошо выступают. То есть это единицы, да, то есть это тоже высокого уровня спортсмены. Очень все индивидуально, да, то есть когда уже на такой уровень ты выходишь, там все индивидуально. У каждого своя психология, да, и каждый по-разному к этому готовится. Вопрос мотивации, внутренней мотивации, как вы говорите, да, как внутренней, с которой мы все рождаемся, которая нас заставляет по каким-то причинам действовать. И вот, добиваться всего, это одна. Со временем нужна еще подпитка, еще нужна внешняя какая-то мотивация, да. Ее иногда надо как-то понять, понять, что это за мотивация, для чего тебе это все нужно, да. И это и есть сложность. И каждый индивидуально для себя решает, для чего вообще он этим занимается и что он хочет достичь. Но вы такого среди наших спортсменов, молодых и тех, кто сейчас в зените. Все молодые горят изнутри. У них внешняя мотивация, то есть, что он медаль, его награждают, то есть, он в центре внимания. Ну, на сегодня для молодых это хватает, слава богу, да, то есть, и они как бы, ну, внутренне настолько мотивированы именно бороться, да, то есть, добиваться, побеждать. То есть, это меня радует в них. Я надеюсь, что это так и останется. В какой-то момент, я согласен, она теряется, да, то есть, и нужно еще для себя понять, придумать. Почему, зачем, да, потому что, когда трудно, годами ты идешь, идешь к этой цели, то есть, это все-таки, ну, ты устаешь, психологически в том числе. Иногда, ай, думаешь, все, хватит уже, устал и так далее, это сложно. А второй вопрос, в такой более исторической перспективе, вот мы как-то в контексте хоккея, кажется, говорили об этом. Ну, мы видим сейчас, если все-таки про летние виды спорта брать, по Олимпиадам видно, что чисто статистически некоторый спад есть. В Рио вообще не было никаких медалей, по-моему, впервые, кстати, это было. И вот с кем-то в контексте хоккея мы говорили о том, что во времена, когда, как кажется, вот самые яркие достижения были достигнуты, в том же хоккее, условно говоря, это 90-е, первая половина нулевых. Тогда, как бы у спортсменов была такая эйфория, что ли, адреналин от того, что это молодое государство, это первое поколение, которое борется под этим флагом. И на этой энергии достигались очень многие результаты. Просто вас интересно спросить, потому что 2000 год, в принципе, вы того же поколения человек. Вот согласны с этим, а сейчас уже этого не хватает, нужны реальные вложения, нужна роль государства какая-то четкая. Уже той эйфории нет по прошествии 30 лет, и необходимо нечто другое. Как вам такой взгляд? Я не задумывался над этим, но так, наверное, что-то в этом есть, да. Во-первых, сегодня начал я разговор с того, что поколения-то меняются, да, и сейчас мы как раз, этот процесс идет. Поколение не только спортсменов, но и тренеров тоже, да, то есть идет смена, да. Да, в 90-е, понятно, что все 90-е пошли под таким флагом в этой сложной, достаточно экономической ситуации, да. Это какой-то был вот выхлоп, да. Подъем такой, да. Да, подъем, да, и ты как бы вот это, это возможность реализоваться, да. То есть, и это, конечно, да, такое было, я согласен. Иногда вот себя тоже вспоминаю в 90-е, да, что меня заставляло выходить и бороться, да, потому что Олимпиада в Сиднее, которая была, это была вторая Олимпиада, и с 92-го года с Барселоны до Сиднее 8 лет. И за 8 лет, мне было 27, и мне уже говорили, что твоя карьера должна закончиться, уже не потянешь ничего и так далее. То есть, и, конечно, для многих стало сюрпризом, что я поехал и взял медаль. Хотя я в европейском рейтинге больше, ну, я стоял в пятерке всегда был, там, лучше спортсменов. Но одно дело в рейтинге стоять, а другое дело там медали мира и Европы брать. И к этому моменту уже, ну, вроде ты уже на исходе и так далее, но все равно внутренне я очень горел, я очень хотел, да. То есть, мне даже вот какие-то, не надо было искать, я себя чувствовал, не надо было искать какую-то мотивацию дополнительно. Она во мне была. То есть, я хотел добиться все-таки того, чтобы попасть на Олимпийские игры. Я хотел доказать, я хотел побороться. Я выходил на каждую отдельную встречу и боролся каждую отдельную встречу. У меня не было там по плану выиграл, дальше пошел, выиграл, дальше пошел, да. То есть, ну, я хотел этого, я настолько этого желал, что на самом деле и получил, да. Мне, к сожалению, я, ну, Олимпиаду я проиграл одну только встречу из шести, из шести встреч. И только проиграл чемпиону, да. И проиграл самую маленькую оценку, которая только возможна, да. То есть, тоже очень маленький шанс, который мне был дан, я его в одной встрече только упустил. Да, поэтому тоже понимаю прекрасно, и когда ты горишь, когда ты хочешь, и когда у тебя получается все. Надо, чтобы и звезды сошлись. То есть, тоже это, в общем-то, много, много должно быть, должно быть совпадений. Факторов, да. Факторов, которые должны сойтись. В 21-м году, как я понимаю, будет переизбираться правление Федерации дзюдо. Да, на 4 года. Вы с 17-го занимаете. Планируете ли сохранить этот пост? И вообще, как думаете, нужна ли какая-то ротация? И вообще, возможно ли она? Вы ведь знаете, кто в правление сейчас входит. Ротация однозначно нужна. Вопрос правления такой, что сейчас делаются программы, определенная программа развития Федерации на 10 лет, она готовится. И моя задача, в данном случае, как президента и вообще как любителя дзюдо, чтобы эта программа так и шла. Потому что со мной как президентом, без меня как президентом, да, чтобы была именно одна концептуальная программа, которую все поддерживали бы и которая нас должна привести к определенным успехам, да. Это очень важно. То есть, если надо будет мне быть президентом, условно, не будет там лучшей кандидатуры, и я буду, да. То есть, если буду баллотироваться, вернее, да, буду президентом. Буду баллотироваться. Если надо будет, будет ситуация, что надо для общего задачи, которые у нас стоят, поменяться, поменяемся, да. То есть, вопрос во мне как президенте, это вопрос условный, да. Система главная. Система. Моя идея создать эту систему. Я так понимаю, что в январе вы покинули пост главы Федерации по самбо, главы. А вы совмещали до этого, получается? Ага. А вообще, как-то дальше вы на этом, ваше сотрудничество с самбо, оно как-то закончилось, или вы развитию все-таки будете способствовать? Ну, у меня там ситуация такая, что, да, из того, что я президент, являюсь президентом Федерации Дзюдо Латвии, по правилам Мировой Федерации, я не могу быть руководителем в других единоборствах, да. В федерациях других единоборствах. Ну, самбо воспринимается как, ну, я не хочу обидеть самбистов, но это как младший брат дзюдо, да, я так понимаю, у нас в стране, по крайней мере. Ну, так, родственный вид спорта, да, но который, в общем-то, создался на базе дзюдо в свое время, поэтому это нормально его так считать, младший. Он, конечно, не знаю, насколько младший, он достаточно самостоятельный вид спорта, со своими уже традициями, да, то есть, и он живет, развивается там по своему сценарию. Но, к сожалению, а может быть и не к сожалению, да, то есть, мне приходится, пришлось уйти, и сейчас новый президент Юрий Поляков, мне кажется, что очень достойный и хороший человек, который любит самбо и будет делать для этого, может, даже больше, чем я. И я надеюсь, что так и будет, вернее. Не может, а я надеюсь, что будет. А высока конкуренция с другими боевыми искусствами, вот, как я понимаю, в расцвет дзюдо, в СССР, в 70-е, в дзюдо перетекли очень многие из других, там, тогда еще был такой более микс, наверное. А сейчас, если смотреть так чисто в такой мейнстрим, это, конечно, мама сейчас там, главное боевое искусство, по крайней мере, если судить, по экранам, да, мониторов и телевизоров. Как вообще это происходит? Есть какая-то конкуренция? Уходят, приходят? Вы знаете, достаточно стабильно. Дзюдо мы не теряем, как бы, людей не теряем, дзюдо не теряет популярность, и это тенденция не только Латвии, а вообще во всем мире. Сейчас вообще программа развития мирового дзюдо идет к тому, чтобы сделать его более массовым, доступным. Мы делаем несколько программ, сейчас программа дзюдо от скул, или дзюдо ин скул, или как хотите, дзюдо школа. Когда клубы поддерживают школу, да? Это когда мы делаем, сейчас мы уже делаем это с Олимпийским комитетом, третий урок спорта. Школа выбирает виды спорта, на сегодняшний день это футбол, плавание, дзюдо и игры на улице, да, то есть любая школа может на год выбрать себе вид спорта. Это в некоторых классах определить, по какому виду спорта они хотят дополнительный урок. И мы это тоже делаем, в этой программе мы участвуем. То есть это такая интересная программа, и мы хотим зайти во все 700 школ Латвии. Амбициозная цель. А, почему бы нет? Почему бы нет. У нас совсем мало времени остается, я просто не могу не задать вопрос, его вот радиослушатель подсказал. Предлагали ли вам все выступать когда-нибудь в боях без правил? ММА? Нет, мне никогда не предлагали, потому что, наверное, я уже был на исходе. 2008 год мой последний чемпионат был, Олимпийские игры мои были последние, это последние соревнования. После этого, в принципе, во время карьеры не предлагали. Было понятно, что я профессионал, я своего дела и не буду разбрасываться, да, потому что каждый должен заниматься чем-то одним, да, потому что это ни к чему хорошему не приведет. А уже когда я закончил карьеру, мне было 35 лет, уже ни до какого, ни ММА, ни других, как бы, уже и не хочется своего. Я 25 лет профессиональной карьеры дзюдо и самбо уже, в общем-то, мне хватает. Спасибо большое, Всеволод Зеленый был у нас сегодня в гостях, спасибо вам большое, с наступающим и удачи в будущих сезонах. До свидания.